Слава Господу! Как уже сегодня нам говорилось, по милости Господней мы сегодня живы. Пришли на место сие Господь нам рвал эту очень хорошую еще раз возможность побыть в Доме Божьем, увидеть лица друг друга. Это все прекрасно, это все очень хорошо. И есть за что сегодня благодарить и славить нашего Господа. Правда, друзья? Есть за что благодарить. Есть за что прославить Его. Знаете, я буду читать Слово Божье Ефесянам с 3 главы. С 3 главы возьму с 14 стишка. Апостол Павел пишет Ефесянам. «Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от Которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь к Христову, дабы вам исполнится всею полнотою Божьей». Я думаю, это хорошо известное слово из Писания, которое мы знаем. И, знаете, я рассуждал очень много над этим, особенно почему-то Господь касался моего сердца в последнее время. Но как это уразуметь, это превосходящее разумение любовь Божью к нам? Как ее уразуметь? Если она превосходит разумение человеческое, но как уразуметь эту любовь? Или, знаете, взять, чтобы что-то понимать, знаете, можно учиться, можно проходить теории, но пока практику не пройдешь, это тяжело понять. Любое дело, наверное, пока тебя оно само не коснется. И, знаете, я думаю, что то же самое с этой любовью Божьей. Если ее в сердце нет, ну, никогда человек ее не поймет, никогда его не уразумеешь. И все же, знаете, мне хотелось бы вместе с вами поразмышлять о том, ну, что же это такое, это любовь Божья к нам? Что это такое, в чем она заключается? Знаете, Иоанна 3,16, это очень известный стишок, дети его маленькие уже знают, написано, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего инородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Знаете, здесь говорится, что Господь полюбил мир, полюбил человека. И настолько полюбил, что отдал единственного Своего Сына ради чего? Ради того, чтобы мы не погибли, но имели жизнь вечную. Знаете, и в этом есть очень, как сказать, большая тайна, которую мы не всегда, может быть, понимаем в своей жизни. Знаете, Иисус Христос не пришел на землю для того, чтобы спасти нашу плоть. Не для того, чтобы нам хорошо было жить здесь, на земле. Но написано, чтобы верующий в Него имел жизнь вечную. Он пришел на землю ради нашей души. Ради нашего бессмертной души, ради нашего внутреннего человека, не ради нашей плоти. Не ради того, чтобы нам было хорошо здесь, только на этой земле. Не в этом заключается любовь Божья к нам. Хотя Господь милует нас, Он заботится и во всем том, о чем мы нуждаемся, находясь в плоти. Но цель Господа или любовь вся Его не в том, чтобы нам было только хорошо на этой земле. Не в том только, чтобы нам здесь было жить хорошо на земле. Но в том, чтобы мы имели надежду на жизнь вечную. В том, чтобы мы вошли в небо. В том, чтобы мы смогли войти туда, на небеса. И 1 Коринфянам 15 глава, 19 стишок. Я даже прочитаю. Это написано, что если мы только в этой жизни надеемся на Господа. То 15 глава, 19 стишок. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если мы понимаем в том, что Господь пришел в этот мир, чтобы нас только благословить здесь, на этой земле. Мы есть несчастнее всех человеков на земле. Потому что вот в чем-то, может, мы себе отказываем. В чем-то мы себя как-то обрезаем. Главная цель в том, чтобы мы были на небесах. Чтобы спасти нашу душу. Главная цель Иисуса Христа, прихода Его на землю, чтобы мы были в вечности с нашим Господом. Не ради этой земли. Не ради этого, что вокруг нас. Знаете, первое послание Иоанна, 4 глава. Я буду, наверное, перечитывать эти места. Это важно. Потому что Слово Божие, оно есть путеводитель наш. И мы все, что не делаем, мы должны делать, основываясь, или держать Слово Божие. Это 1 Иоанна, 3. Первое послание Иоанна, 4 главы, с 8 стишка. Написано так. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши». Знаете, любовь Божия в том, что, другими словами, можно сказать, Он полюбил нас, когда мы были противниками Ему, когда мы были врагами Ему, когда мы не знали Его, когда делали злое в очах Господня. Он полюбил нас тогда и уже послал Сына Своего для того, чтобы мы могли быть спасенными. В Римлянном почти то же самое написано, это 5 глава, 8 стишок. Он там своими словами уже сказал, Он умер за нас, когда мы были еще грешниками, когда мы были еще далеки от Него. Он умер тогда за нас. Это Римлян, 5 глава, 8 стишок. То есть Господь пришел в этот мир, когда мы были противниками Ему, когда мы были далеки от Него. Он полюбил нас, полюбил нашу душу. Как я уже говорил, это открывается в 3,16 Иоанна. Он пришел для того, чтобы спасти нас. И дальше мы можем, смотря на Слово Божие или рассуждая Слово Божиим, просматривать такую линию, что Господь заповедовал, это написано Иоанна, 13 глава, 34 стишка. Иисус Христос сказал, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как? Как я возлюбил вас. Как Бог полюбил нас, чтобы мы вот так любили друг друга, и это есть заповедь Божья. И знаете, я так много рассуждал. Мы часто любим окружающих нас, любим детей своих, любим родственников своих, любим церковь свою, любим тех, которые вокруг нас. Но, как сказать, не всегда у нас это правильная любовь. Не всегда мы правильно любим. Знаете, я как-то слышал такой пример или свидетельство. Один брат, старец, он рассказывал пример, он служитель. В их церкви когда-то еще в советское время произошел такой случай. Говорит, ходила одна сестра на собрание, вот пришло время, она почему-то перестала ходить на собрание. Говорит, долгое время ее не замечаю. И вот решил пойти посетить ее, узнать, ну в чем проблема, почему она перестала ходить на собрание. Говорит, он пришел к ней и начал расспрашивать, в чем дело, почему ты не на собрание. И она говорит, сейчас мой сын, он находится в Германии. Он сейчас полковник, по-моему, и ему должны дать генерала. И вот она говорит, я, чтобы на собрание приходят, там бывает, что в советское время были, переписывают фамилии, кто ходит. И я, говорит, не иду на собрание из-за того, чтобы вдруг мое имя не записали, и это бы повредило его карьере. Ему могут из-за того, что я буду ходить на собрание, не дать генерала. И знаете, эта женщина, она любила своего сына. Я не знаю, может, это единственный у него сын был. Она очень любила его, и она желала для него, чтобы он хорошо жил, чтобы у него было все устроено, чтобы он не имел никакой нужды, чтобы его жизнь устроилась, чтобы он имел во всем достаток и тому подобное. Она любила его, но любила своей любовью. Любовью только матери, может быть. И знаете, потом говорит, этот брат, не прошло много времени, эта сестра отошла в вечность. И говорит, на ее похоронах, я решился все-таки, говорит, очень хотел пойти на ее похоронах, но хоронила ее церковь, говорит, я пошел к ему, думаю, что у меня было большое желание увидеть ее сына. Говорит, генерал, говорит, никогда в жизни я с генералом не встречался. Он уже получил генерала, и он, говорит, пришел, встретился с этим человеком. Он был очень простой, говорит, он не был в военном, в простом костюме. И после похоронов, он, говорит, я решился с ним поговорить, с этим генералом. Начал его расспрашивать, что там. И вот он рассказал такую историю из своей жизни. Говорит, когда я был молодой, я уезжал с дома в Москву учиться. И слаживал вещи свои, и положил Библию тоже в свою. Потому что родители его были верующие, мама была верующая, он с детства ходил на собрания. Но он так получилось, что у него была возможность поехать учиться. Говорит, я положил Евангелие или Библию себе в чемодан. И мама, говорит, увидела это, говорит, не бери с собой Библию, это может тебе помешать. И говорит, она забрал у меня эту Библию, и я уехал с Библией, очень все хорошо сложилось у него. Он достиг большой карьеры, говорит, в его глазах я видел какую-то печаль, какую-то тоску. Хоть у него очень хорошо сложилась жизнь. Я, говорит, взял и подарил ему Библию. Говорит, он взял эту Библию, у него покатились слезы на глазах, он поцеловал эту Библию и спрятал. Знаете, к чему я этот пример привел? Знаете, мы часто любим своих детей, в крайнем случае, близких своих. Но в чем заключается эта любовь наша к человеку? В чем заключается наша любовь к нашим детям? В чем заключается наша любовь к окружающим? Знаете, мы часто очень много работаем, очень много отдаем себя для того, чтобы наши дети не имели нужды, чтобы они были устроены, чтобы у них все было хорошо. И много на это тратим, много на это отдаем времени своего, много на это самого себя отдаем, чтобы нашим детям было хорошо. Но в чем же все-таки заключается эта любовь к Господню, которую нам нужно уразуметь, потому что она превосходит разумение человеческое? Это кажется нормально, когда вот так мы заботимся о детях. Это нормально, так говорят, вот какие хорошие родители. Они всего себя дают для детей своих, чтобы им было хорошо. Но суть и важность в том, чтобы разуметь эту любовь, что наша жизнь, она не здесь, на земле. Чтобы вложить в наших детей то, что есть вечность. Не влаживать только в это земное, но чтобы нам привить любовь наших детям к Слову Божьему. Привить то, чтобы они ходили на собрания, чтобы они могли понять, в чем заключается жизнь и сущность человеческая. Потому что все это временное, это очень быстро проходит. Оно недолго. Оно заканчивается. Наша жизнь очень быстро проходит и придется нам встречаться с нашим Господом. И как важно нам сегодня видеть человека и видеть не просто плотнее, видеть, скажем, фигуру человека, а видеть душу в человеке. Видеть бессмертную душу, которую полюбил человек. Сестра передо мной немножко рассказывала о ее жизни, о работе этого реабилитационного центра. И знаете, это есть любовь Божья, которая занимается вот этим, которая не видит человека, от которого все отвернулись. Который не видит пропавшего человека, на которого все махнули, а видит в нем бессмертную душу. И многое делать для того, чтобы эта душа могла спаслась, спастись. Знаете, это очень важно сегодня. Сегодня мы можем кого-то осуждать, кто едет куда-то на миссию, кто едет куда-то в Африку, скажем, и еще в другие места, в Мексику или еще куда-нибудь. Мы можем осуждать, мы можем говорить, они неправильно поступают, они что-то оставляют. И многие могут говорить, и многие мысли могут приходить к нам. Но знаете, их что-то увлечет. Они, может быть, видят там этого человека, который никогда не слышал о Господе, и они видят душу, за которой умер Иисус Христос, и это увлечет их. Поэтому как важно сегодня уразуметь эту превосходящую разумение любовь Божью, что Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы все люди спаслись. Он умер за каждую душу, и как важно сегодня видеть не человека, не плоть, не то, что мы видим, а видеть бессмертную душу в человеке, которую полюбил Господь. Как важно, друзья, сегодня видеть человека, который, может быть, неправильно поступает в жизни, может быть, что-то делает нехорошее, может быть, в чем-то тебя обижает, как важно видеть в нем душу живую, за которой умер Иисус Христос. Как важно полюбить эту душу. Знаете, Матфея написано, то с 5 главы, я прочитаю это, Матфея, 5 глава, последние стишки, 44 стишка возьму. Иисус Христос говорит, Здесь Иисус Христос еще раз нам открывает сущность, что в каждом человеке есть живая душа, которая любит Бог. Знаете, если вот мы будем любить только тех, кто нам добро делает, это легко, можно сказать, любить, когда вот тебе человек помог в чем-то, когда тебе человек вышел навстречу, поддержал тебя и тому подобное, Ну, располагается к нему сердце, располагается и тело даже наше, можно сказать, и легко такого человека любить. Но Иисус Христос говорит, а что особенно вы делаете, если вот так любите? Это делают все. Это делают люди, которые не знают Бога. Они точно так любят тех, кто их любит. Они точно так расположены тем, кто к ним расположен. А Христос говорит, а вы любите обижающих вас. Это, ну, по-человечески это невозможно. Это, ну, превыше разума человеческого. Поэтому Ефесянам и написано познать превосходящее разумение любого Божьего. Но когда мы будем видеть в человеке душу, за которой умер Иисус Христос, независимо от дел тогда человека, у нас будет расположение к этой душе, потому что Иисус Христос умер за него. Потому что за эту душу пострадал Иисус Христос. Тогда мы сможем молиться за обижающих нас. Тогда мы сможем помогать тем, кто нам зло делает и тому подобное. Тогда мы сможем исполнить то, что Иисус Христос оставил любить нелюбящих, обижающих нас. Если мы будем видеть в человеке душу, за которую умер Иисус Христос. И это важно, друзья, сегодня. Это нужно сегодня, чтобы мы, видя окружающих, видя не только своих близких, хотя это тоже очень важно, видя даже своих детей, видя своих родных, близких, видя свою церковь, не просто видеть человека, а видеть душу, за которую умер Иисус Христос. Это, наверное, цель любви. Это есть истинная любовь, которая может быть в нас. Знаете, написано, что любовь Христова, это в пятой главе Римлянам, по-моему, если я не ошибаюсь, написано, что любовь Христова, она изливается в сердца наши Духом Божьим, Духом Святым. Эта любовь у нас есть начаток этой любви. У нас есть, потому что она излилась в нас, когда мы были крещены Духом Святым, и мы можем иметь частицу этой любви. Но дальше, Слово Божье, это Коринфянам, уже в 14 главе, начало этой главы написано «Достигайте любви». Достигайте любви. В этом нужно упражняться, в этом нужно усовершенствоваться, в этом нужно работать, чтобы мы могли любить. Любить, так и Иисус Христос полюбил нас, потому что сказал «Я заповедь вам даю» – любите друг друга, как я полюбил вас. Не как-то по-другому, не как человек человека любит, не как просто мама любит своего сына или дочку, а любить, как Иисус полюбил нас. Он полюбил нас, когда мы были грешниками, когда мы были противниками, когда мы были далеки от Господа, Он полюбил нас, и Он отдал Самого Себя за нас. И написано еще, что нету большей любви, если кто полагает душу свою за друзей своих. Иисус Христос сказал эти слова. «Вы, друзья мои, я полагаю душу свою за вас». И как важно, чтобы нам сегодня понять эту любовь Божию, чтобы она пребывала в нас, что мы могли любить так, как любил Иисус. Потому что часто бывает, вот мы видим человека, пускай он даже делает что-то неугодное в Господе, пускай он согрешает в чем-то. Знаете, мы можем ждать, что Господь его накажет. Господь его как-то, ну я не знаю, что-то сделает с ним или еще что-то подобное. Но важно в том, чтобы мы, видя человека, даже неправильно поступающего, чтобы мы смогли увидеть в нем живую душу, за которой умер Христос. Чтобы у нас могло быть расположение ко всякому человеку, расположение молиться за него. Расположение в том, что мы должны отдавать душу свою за друзей. Что мы должны отдавать душу свою за ближнего, чтобы мы могли исполнить заповедь Иисуса Христа «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Чтобы мы могли видеть человека, в котором есть бессмертная душа, душа, которую очень любит Иисус Христос. Знаете, я не говорю, что мы сегодня должны в таком случае закрывать на все проступки и никому ничего не говорить. Это неправильно. Мы есть, знаете, взрослые люди, мы есть христиане, мы есть, которые долгое время знаем Иисуса Христа, мы знаем Писание. Поймите меня правильно, мы должны и обличать написано, и обличайте, и других страхом спасайте. Все должно быть на своем месте, но очень важно нам сегодня понять превосходящую любовь Иисуса Христа, превосходящее разумение, превосходящее наше понятие. И это, мне так кажется, заключается в том, если мы полюбим человека как живую душу, не как человека. Потому что, как я уже говорил, бывает очень тяжело любить. Бывает очень тяжело любить того, кто тебе неприязнь какую-то причиняет в жизни, кто тебе ставит, как говорят, палки в колеса. Такое и бывает в нашей жизни, правда? Бывает такое, что мы не знаем, почему вроде бы стараешься как-то угодить человеку, он тебе все пытается сделать назло, ну все как-то поступить с тобой, чтобы тебя уколоть как-то. Я думаю, многие из нас встречали такое в жизни. Но как важно любить человека, независимо от его дел. Это когда мы сможем увидеть не просто человека, а когда мы сможем увидеть в человека душу. Тело наше – это временная оболочка. Это временное, которое оно здесь на земле оставляется. И как важно, когда мы любим детей и любить правильно, когда мы любим ближних своих, любить правильно, чтобы нам не оказаться подобной той женщине, которая вот всю себя посвятила, даже в собрание не захотела идти ради того, чтобы не повредить этой земной карьере сына своего. У нее была любовь, но у нее не было любовь Божья. У нее не было любви Божьей. Она любила тело. Она любила жизнь человеческую. А важно сегодня полюбить жизнь вечную. Полюбить то, что в вечности. Знаете, в Слове Божье мы также читаем и в Матфея, и в Луке есть написано, что если мы даже приобретем весь мир, если вот даже мы приобретем все то, что вокруг нас, а душе своей повредим, что пользы? Друзья мои, что пользы? Что пользы, если наш, скажем, ребенок выучится хорошо, если он достигнет каких-то высок, если он станет каким-то инженером, генералом и тому подобное? Что пользы от этого, если его душа не останется далекой от Господа? Знаете, это важно сегодня для меня. Потому что наши дети растут. Потому что вокруг нас есть люди, которые нам, ну, не безразличны. И как важно понять эту любовь, что все это временное на земле, оно заканчивается. Как важно понять в том, что придет время, и мы пристанем пред Иисусом. И что все это земное, оно как написано в Слове Божьем, что это как трава. Утром цветет, а вечером она уже засохла. Вот так жизнь человеческая. Вот так наша жизнь. Сегодня обратно немножко напоминал, он увидел одна секунда, и могло бы все быть иначе. Если бы Господь не явил милость, он, как говорил, он мог бы лежать здесь. Это часто происходит в нашей жизни, и Господь милует нас. Но как важно понять вот эту, действительно, эту сущность, что это наша жизнь, она, ну, сегодня есть, а завтра ее может быть и не будет. И как важно понять, что есть бессмертная душа, и привить любовь к бессмертной душе не к плоти нашей, не к плоти друзей нашей, но увидеть в человеке душу бессмертную, за которой умер Иисус Христос, и полюбить душу живую, душу бессмертную. И влагать себя, влаживать все то, чтобы эта душа, она могла быть с Господом. Поэтому, друзья, будем искать того, чтобы действительно нам разуметь это превосходящее разумение, любовь к Христову. Чтобы нам понять сущность любви Божьей. Написано, что сейчас пребывают три, то вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. Почему любовь больше, друзья? Без веры Господу угодить невозможно. Если мы не будем надеяться на жизнь вечную, но у нас не будет смысла всего, чтобы стремиться к вечности, если у нас нет надежды на вечную жизнь. Это важно. Но любовь из них больше. Любовь, она превосходит и веру, она превосходит надежду. Потому что если у нас есть любовь Божья в сердце нашем, у нас и вера тогда будет, у нас тогда будет надежда, потому что мы будем любить, как любил Иисус Христос. Мы будем видеть живую душу. Мы будем видеть, что есть в человеке бессмертная душа, которая бывает мучается и стинает внутри нас. Которая хочет свободы, которая хочет общения с Господом. А мы часто хочем только этого земного. Мы хочем удовольствия для плоти нашей. Мы хочем, чтобы наши дети, они ни в чем не имели нужды. Мы хочем, чтобы наши домы были хорошо устроены. Знаете, что-то заболело в нашем теле. Мы в церквях заявляем. Мы дома становимся на колени. Мы и посты берем. А знаете, наш внутренний человек бывает угасает, бывает болеет, бывает уже чуть-чуть живой, можно сказать, остается. А мы не бьем тревоги. Мы не молимся Господу. Мы этого просто не замечаем. Бывает, наш ребенок, он процветает, и у нас такая радость на сердце. Он устроился на хорошую работу. Он закончил хороший колледж. У нас такая радость. Мы благодарим в церквях наших. Мы прославляем Господа. Бывает, наш ребенок, у него нет общения с Господом. Он не общается с Господом. Мы не видим, что у него есть это желание стремиться к Господу. И мы этого просто не замечаем. Нам как бы безразлично. Друзья мои, давайте будем искать того, что угодно Господу, потому что мы не просто жители здесь на земле, и на этом заканчивается. Мы есть дети живого Господа. Он нас избрал в этом мире. Он избрал нас из множества, немногих. И Он сегодня хочет, чтобы мы видели в каждом человеке живую душу, и в первую очередь, чтобы мы увидели в себе. В себе, что есть внутренний человек, а наша плоть – это просто временная оболочка. Это просто временная. И как важно, друзья, сегодня стремиться к тому, чтобы иметь любовь Божью в сердцах наших, чтобы эта любовь, она обладала нами, чтобы эту любовь она руководствовала нами, чтобы иметь правильную любовь, иметь любовь, которая от Слова Божьего, которая от Писания. Не просто к тому, чтобы помочь человеку в чем-то, ну, скажем, огород скопать, хотя сейчас этого вокруг нас нету. И не только в этом, хотя бывает и это нужно, чтобы показать действительно любовь Господнюю. Знаете, мы все разумные, мы все мудрые, мы, я думаю, все понимаем, потому что мы имеем Дух Божий, мы имеем крещение Духом Святым. Дух Святой живет в нас, а Слово Божье говорит, что вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас, потому что в нас пребывает Дух Божий. Но все же, напоминанием мы должны возбуждать наш чистый смысл. Смысл в том, чтобы нам стремиться к Господу, чтобы нам искать Господа, друзья. Чтобы нам любить человека так, как Иисус полюбил нас. Он полюбил нас, когда мы были грешниками. Не тогда, когда мы что-то хорошее Ему сделали. Не тогда, когда мы, ну, в чем-то себя отдали во имя Господне, а когда мы были грешниками. И чтобы вот так мы могли полюбить человека. Полюбить не когда Он нам уже сделал хорошее и любить тогда человека, А когда Он обижает нас, когда Он как-то поступает не так, как нам нравится, любить тогда. Это важно сегодня. И любить не просто как плоть, не просто как красивую фигуру, а как душу человеческую, которая бессмертна, которую ждет вечность. И поэтому, друзья, будем стремиться к тому. Будем молить Господа, чтобы эта любовь Господня изливалась в сердца наши, чтобы она пребывала в нас постоянно. Но, знаете, все-таки для этого нужен труд. Нужен труд и нужно усилие, прилагать усилия, стремиться к тому, стараться возрастать, упражнять себя в любви Божьей, чтобы в нас пребывала эта любовь Божья, чтобы мы могли полюбить человека, как душу бессмертную, за которую умер Иисус Христос. А нашему Господу за все слава. Аминь. Будем молиться.